МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Водитель погиб на месте. Уже известно его имя. Это полковник Максим Шаповал, сотрудник главного управления разведки. Он руководил спецподразделением, которое участвовало в операциях на Донбассе, в том числе на оккупированной территории. В этом убийстве есть российский след, считает советник министра внутренних дел Антон Герасченко, отметил почерк террористов, как и при убийствах журналиста Павла Шеремета и начальника СБУ Донеччины Александра Харабирюша. По мнению журналиста Юрия Бутусова, российские спецслужбы развернули широкомасштабную войну против сотрудников украинских спецслужб, которые принимают активное участие в борьбе с оккупантами. Гибель руководителя спецназа ГУР будет расследовать военная прокуратура. Очевидно, что вся картина указывает на целенаправленный, подготовленный, заранее спланированный террористический акт против военнослужащего Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Ведомство уже подтвердило, что погибший полковник Максим Шаповал. Очевидно, что корни преступления ведут в страну-агрессор и временно оккупированный им территорий. Это то, что видно по первым признакам этого преступления. Дело о террористическом акте уже взяла на себя военная прокуратура Украины. И новость из передовой интенсивности. Количество обстрелов со стороны противника уменьшилось. В штабе АТО насчитали около 20 обстрелов за сутки. Ни один военный не погиб и не был ранен. Несмотря на новое перемирие, пророссийские боевики не прекращают провокации. Открыто используют и запрещенный калибр. Бьют в основном в темное время суток. На Приазовье день прошел относительно тихо. А наиболее оживленные рубежи – Луганский и Донецкий. Больше половины обстрелов вносят никак не провокативный характер, а мают рисы відверто умысленных атак. Больше половины обстрелов вносят далеко не провокационный характер, а черты откровенно умышленных атак. И этим боевики нарушают перемирие. На Луганском направлении в частности зафиксированы минометные обстрелы в районе Счастья и Желтого. На Донецком направлении основные боевые действия велись на участке Каменка-Авдеевка. Боевики в Суме здесь были активными пять часов. Скорость и мощь украинские военные показали, как переправляют танки через реку. На учениях военные инженеры должны были выбрать участок для строительства переправы, оперативно спустить на воду катера, понтонные секции и составить паром. А танковое подразделение преодолеть водную преграду на незнакомом участке местности. Охрану переправы из воздуха обеспечивали подразделения ПВО, а войска радиационной и химической защиты прикрывали марш-бросок дымом. После спуска с парома танкистов ждал крутой подъем вверх по песчаному берегу. США. Полная поддержка предоставления Украине оборонного летального вооружения. Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Порубий, отвечая на вопрос нашего телеканала. Отметил, согласованный перечень летального оружия, которое будет предоставлено Украине, уже готов. Спикер надеется, вопрос решится до конца 2017 года. Конечно, нам очень нужно летальное оружие США. Этот вопрос уже технически готов. Есть полная поддержка. Хочу напомнить, когда были последние бои в Дебальцево перед Минскими соглашениями, именно танковые подразделения российской армии сыграли решающую роль. Конечно, нам бы очень тогда помогли противотанковые комплексы «Джавелин». Если бы они у нас были, может быть, уже был бы мир в Украине. Также, подчеркну, мы уже получили от США многое из нелетального оружия. Бронированные автомобили, технику связи. НАТО готово предотвратить любое вторжение Кремля. Ситуации с Крымом и Востоком Украины не повторятся. Об этом заявил председатель военного комитета Альянса генерал Петр Павел. Нет никаких сомнений, что Россия продолжает наращивать свой военный потенциал. Но, в свою очередь, Альянс готов этому противостоять. Генерал отметил растущее военное присутствие стратегических войск России в Калининграде и Крыму. При этом добавил, что намерения Кремля все еще не до конца ясны. Еще три месяца под стражей. Российский суд продлил арест Роману Сущенко. Украинский журналист останется в СИЗО до 30 сентября. Так решил Лефортовский суд Москвы, сообщил адвокат Марк Фегин. В прошлый раз арест Сущенко продлили 26 апреля на два месяца. Напомню, журналиста задержали в Москве осенью прошлого года. ФСБ России считает его кадровым сотрудником украинской разведки. В Киеве эти домыслы категорически опровергают сам Сущенко. Новый вердикт выслушал спокойно, показал несгибаемую силу воли. Я хотел бы передать привет своей семье, родным, близким и друзьям. И поблагодарить всех украинцев, которые поддерживают меня в этот трудный час. И наши делегации в посте за то, что они поддерживают меня на таком высоком уровне. В частности, Ирине Геращенко. Надеюсь, на днях она получит мое поздравление с 8 марта. Со мной все в порядке, следствие идет медленно. Будут еще две экспертизы, а затем окончательное судебное заседание. Парламентская ассамблея Совета Европы отправляет в отставку своего президента. Большинство делегатов высказались за начало процедуры импичмента Педро Аграмонта. Его обвиняют в коррупции. Он также отказался объяснять свой визит вместе с депутатами Госдумы в Сирию в марте этого года. Напомню, визит главы ПАСЭ не был санкционирован ассамблеей. И статус Аграмонта в составе российской делегации до сих пор не ясен. Таким образом, ПАСЭ получает право двумя третьими голосов уволить действующего президента за потерю к нему доверия. Если это произойдет, Аграмонт автоматически лишится должностей в ключевых органах ПАСЭ, а в будущем не сможет получить статус почетного члена и президента ассамблеи, не сможет и участвовать в дальнейших выборах президента, вице-президента или руководителя любого комитета. Аграмонт больше никто. И когда все политические силы парламента выслованы ему недоверие, с этого момента он никто. Но нам важно другое, нам важно донести, и чтобы все запомнили раз и навсегда. Россия это токсично. Мы боремся. Их деньги плохо пахнут. Их агенты плохо закончат. Летняя непогода. Накануне по Украине прошел сильный дождь с ураганом. В Черкасской области ветер повалил несколько десятков деревьев. Погибла 18-летняя девушка. Всего стихия обесточила 86 сел и городов в трех областях. Мельницкой, Черкасской, Винницкой, сообщили в госслужбе чрезвычайных ситуаций. Повреждены около сотни домов. Сильный кратковременный ливень накрыл и столицу. Подтопило несколько улиц. В некоторых районах колеса машин чуть ли не полностью оказались под водой. А в Каменец-Подольском появился водопад. В него после дождя превратился Новоплановский мост. Уже через несколько дней в Украине стартует вступительная кампания в высшие учебные заведения. С 29 июня можно будет зарегистрироваться в персональном электронном кабинете абитуриента. Разрешено подать 9 заявлений на 4 специальности в разные вузы. Количество бюджетных мест увеличится на 10%. Новинка нынешней кампании – региональный, отраслевой и сельские коэффициенты. Сложнее будет желающим поступить в столицу. Баллы увеличатся для жителей сел и тех, кто выберет инженерные специальности или связанные с экологией или природой. Дополнительные возможности для поступления получат и дети из оккупированных территорий Крыма и Донбасса. 12 центров Крым-Украина и 15 центров Донбасс-Украина на территории Донецкой, Луганской областей и по всей Украине. В этом году парламент принял закон, который позволяет абитуриентам из Крыма вступать в любые вузы на территории четырех областей – Николаевской, Запорожской, Херсонской и Одесской. Это дополнительная возможность для поступающих из оккупированного полуострова. Украинские вузы в престижном рейтинге. Четыре из них попали в число 400 лучших в Европе. Это Львовская политехника, Киевский политехнический институт, Национальный университет имени Тараса Шевченко и Харьковский национальный университет имени Василия Каразина. Такие данные публиковал британский журнал Times Higher Education. Оценки вузам выставляли за сам учебный процесс, исследовательскую деятельность и международные перспективы. Безудержное веселье киевский зоопарк показал, как его животные радуются вчерашнему ливню. Ролик разместили на странице Facebook. В подписи к видео в шутку спросили, кто порадовался грозе, как слоник и бегемотик. К слову, сегодня киевлянам снова придется пережить дождевую радость. Синоптики обещают ливень с грозой, но ближе к вечеру. Спасибо, что вам интересна Украина. Оставайтесь в СюйТиВи. Больше мы расскажем в следующем выпуске новостей. Субтитры создавал DimaTorzok